Главе фона. Что это такое? Представьте себе, что плоскость расчерчена вертикальными параллельными друг другу, прямыми, ну, неважно, просто параллельными, расположенными на одном и том же расстоянии. Ну, например, пусть они будут на расстоянии один. И у вас есть вокал некоторой длины L, вы ее бросаете на плоскость, совершенно произвольно. Ну, то есть, вы бросаете этот конец в произвольную точку, и после этого произвольно выбираете угол от 0 до 360 градусов. Понятно? Вот, отлично. Но она пересечет или не пересечет? Подсчитаем, сколько раз она пересечет. Ну, скажем, вот эта иголка здесь не пересекла ни разу. Вот так вот она пересекла один раз. Если бы иголка была длинной, то она могла бы пересесть два раза. Согласны? Подсчитаем количество пересечений. И возьмем среднее количество пересечений. То, что называется среднее значение. Или иногда называют математическое ожидание. Или ожидаемое значение. Все помнят, как, в принципе, определяется понятие среднее значение случайной величины. Вот, если есть величина, которая с вероятностью p1 принимает такое значение. С вероятностью p2 принимает значение x2. То, в таком случае, по определению, среднее значение это вот что такое. Это p1x1 плюс p2x2 плюс и так далее плюс pnxn. Поняли? То есть очень важно. У случайной величины может быть очень много значений. Но те из них, которые принимаются с маленькой вероятностью, мало влияют на... Вот, представьте, случайная величина, которая с вероятностью 9 десятых равна нулю. И с вероятностью 1 десятая она равна почти 100. Чему равно ее среднее значение? Десять. Десять. Казалось бы, она принимает большие значения. Сто. Но она их принимает редко. Поняли? Вот эта формула. Если подумать, то лучше по-другому и не скажешь. Как-то же надо учитывать, что более вероятные мариусы более важны, да? Вот такая формула. Разумеется, здесь это сложнее, потому что для игулки у нас не конечное число вариантов упасть, а непрерывно. Поэтому здесь, строго говоря, надо говорить про интеграл. А вот я сейчас расскажу без интеграла, как найти эту вероятность. Оказывается, для того, чтобы это сделать, нужно всего лишь знать один чрезвычайно важный принцип из теории вероятности. Принцип такой. Математическое ожидание суммой двух случайных величин – это сумма их математических ожиданий. И так повторяю. Среднее значение величины, пусть у нас из-подругля, случайно величина, на той же самой вероятности пространства. Тогда что такое ее среднее значение? Это P1Y1 плюс P2Y2 плюс P1Y1. А что значит сумма двух? Понятно, что это нужно в каждом месте сложить, правильно? Так вот, если вы сложите эти равенства, то вы получите совершенно понятный результат. У вас в левой части будет сумма, а здесь у вас будет P1 умножить на X1 плюс Y1 и так далее, и так далее. P1Y1 умножить на X1 плюс Y1. Понятно? То есть справа у вас будет среднее значение величины X плюс Y1. Вот, значит, сумма средних значений равна среднему значению суммы. Отлично? Отлично. Как же применить это для того, чтобы решить задачу обуклея эпифона? Представьте себе, что у нас есть иголка, на которую мы поставим какую-то точку. Пусть она состоит из двух иголок. Одна будет какой-то там длины M, а другая длины N. А вся эта длина N. Представили? Да. И мы будем отдельно считать, когда пересекает это, и отдельно считать, когда пересекает это. Понимаете ли вы, что в таком случае количество пересечений для большой линейки – это сумма количество пересечений для этой плюс количество пересечений для этой. Да. Почему я про эту точку ничего не говорю? А потому что, что в точке попадет, считается вероятность 0. Вероятность для данной конкретной точки попасть ровно на данную линию – это всегда считается 0. Естественно. Абсолютно точного не бывает. Любые два числа, в десятом разряде или в сотом разряде, но обязательно отличаются. Отлично. И значит, если вы посмотрите на эту задачу, то вы обнаружите, что ваш ответ для L – это сумма ответа для M и ответа для N. Все понятно? Точно понятно? А значит, ответ – это на самом деле линейная функция от L. Вы же понимаете, что ответ зависит непрерывно. Если L увеличивается, то ответ увеличивается. Значит, ответ должен непрерывно зависеть от L, и при этом эта функция аддитивна. То есть, функция от M плюс N – это то же самое, что функция от M плюс функция T. Значит, ответ имеет такой вид. Некое неизвестное нам число, такое число K, собственно, которое надо найти, умножить на длину. Понятно? Ну, я не знаю. Скажем, если берешь иголку длины 1 десятая, то ответ будет K десятых. Если берешь иголку длины, не знаю, там, 73 сотых, ответ будет K умножить на 73 сотых. И чтобы решить задачу об игле Бифона, фактически надо найти эту самую величину K. Так? Ну, это один из способов считать интеграл. Что это значит? Это значит смотреть, как она может упасть, выписывать соответствующие нейрайцы. Не сложно, но для этого задача только интеграл. А оказывается, есть потрясающие. Можно взять окружность с диаметром 1. Скажите, пожалуйста, если у меня есть окружность с диаметром 1, то какой убирать уже? 2,5. Отношение, правда? Угу. А какая у нее длина? 2π. Длина это 2πf. Пи будет длина. А? Длина будет пи. Пи, конечно. Длина это 2π умножить на 1 вторую. То есть пи. Очевидно? Очевидно. А теперь вопрос. А когда окружность диаметра 1 нарисована, то сколько у нее пересечений? Да? Всегда 2. Всегда 2. Всегда 2. Потому, когда она ровная, это не бывает. Это с вероятностью нормы. А если ее сдвигаешь вот сюда, то здесь будет 2 пересечения. А туда сдвигать будет? Ну что? Ну внимание. Всегда 2 пересечения. Но внимание. Вы же понимаете, что окружность получается в пределе из чего? Из отрезочков. Из маленьких-маленьких отрезочков. И каждый из этих отрезочков случайно расположен на плоскости. Разве нет? Ну да. Еще раз подумайте. Ну и это отрезочки, на которые мы L разобьем. А? Это отрезочки, на которые L разобьем. Значит, получается, что надо умножить длину на то самое k. И должен получиться ответ двойка. Потому, что две точки пересечения. То есть, чего равно k? 2 разделить на π. Вот и все. Вот и все. Значит, надо L умножить на 2 разделить на π. Неожиданно. Чтобы можно получить ответ, не вычисляя интегралу.